МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Монастырский комплекс Татев и Большая Татевская пустыня вскоре будут защищены ЮНЕСКО, Грекор, Амирзаян, землетрясение в Ерзан-К. ЕСЭПЧ принял решение по делу об убийстве армянских военнослужащих. Почему Индия не может признать геноцид, совершенный против армян? Капир Кумиретти. Армения намерена приложить дополнительные усилия для повышения взаимодействия с ЕСЭН на качественно новый уровень. Тиграм Балаян Шарлю Мишелю. Инициатива Грузии между Баку и Ереваном дала конкретные результаты. Гарри Башвили. Экспо «Золотые руки». Депутат Национального собрания Западной Армении третьего созыва Грекор Амирзаян в своем микроблоге написал «Восточная Армения в рамках конвенции о защите культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов предоставит ансамблю памятников в Татевские монастырские комплексы и Большая Татевская пустыня, также ущелье реки Воротан, статус усиленной охраны ЮНЕСКО. Расширенная охрана в соответствии с уставом ЮНЕСКО 1954 года, приложенном к конвенции 1999 года, представляет механизм, разработанный во втором протоколе для установления особой защиты культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. Заявка, поданная Восточной Армении, была одобрена в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта на 18-й сессии комитета. После обсуждений с Министерством иностранных дел и Министерством обороны Восточной Армении, а также с постоянным представительством Восточной Армении в ЮНЕСКО, научно-исследовательский центр «Историко-культурного наследия» подготовил номинацию и представил ее ЮНЕСКО. Кандидатура, прошедшая различные уровни конвенции, была одобрена секретариатом, после была включена в повестку декабрьской сессии комитета. Продолжительность программы 15 месяцев. Группа памятников «Монастырские комплексы Татэва» и «Большой пустыни Татэв», также ущелье реки Воротам была включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году. Одобренный грант одновременно создав все необходимые предпосылки для включения группы памятников в основной список, который также включен в предстоящие планы. С подробностями можно ознакомиться в видеоматериале, предоставленном Грекором Амирзаяном. В районе Кельтик, провинции Гюмушхане, на северо-западе Ерзанган за сутки зарегистрировано второе землетрясение. Регион Кельтик расположен справа от дороги Карин-Трабзон. Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение произошло вечером 18 декабря, магнитудой 4,1 баллов. Через пять минут после землетрясения соседний город Ерзанган также подвергся землетрясению магнитудой 3,7 баллов. Напомним, что в тот же день, утром 18 декабря, Кельтик также подвергся землетрясению магнитудой 4,3 балла. Европейский суд по правам человека опубликовал приговор по делу Нараян и другие против Азербайджана. Согласно решению, в связи со смертью военнослужащих Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также отсутствием какого-либо расследования, обстоятельств их смерти была нарушена статья 2 Конвенции «Право на жизнь». ЕСПЧ зафиксировал, что нет необходимости проводить экспертизу в соответствии со статьей 13 Конвенции «Право на эффективное средство правовой защиты». Нет необходимости проводить экспертизу в соответствии со статьей 14 Конвенции «Запрещение дискриминации». Помимо этого, согласно решению ЕСПЧ, в течение трех месяцев с датой вступления в законную силу решения суда в соответствии со статьей 44 и 2 Конвенции, Азербайджан обязан выплатить заявителям 16 тысяч евро за каждое заявление, плюс любые налоги, которые могут быть взысканы. В качестве компенсации материального ущерба 2780 евро за каждое заявление, выплачиваемые совместно с соответствующим заявлением, плюс любые налоги, которые могут быть начислены на ней в качестве компенсации расходов. Заявители являются родственниками военнослужащих Вооруженных сил Восточной Армении. В деле речь идет об убийстве армянских военнослужащих, азербайджанским военнослужащим Чингизом Курбановым. Индийский писатель и публицист Капил Коммеренди опубликовал статью, почему Индия не может признать геноцид, совершенный против армян, Турция, не колеблясь, оскорбляет Ню-Дели. Коммеренди пишет, в 20 веке османская Турция предприняла длительную операцию по уничтожению целого народа. Ужасающее кровавое событие, предвещающее самый кровавый век в истории человечества, побудило выдающегося польского еврейского юриста Рафаэла Лемкина ввести термин «геноцид» и закрепить его как преступление в международном праве. 34 страны ежегодно вспоминают геноцид, совершенный против армян. Индии среди них нет. Россия и Соединенные Штаты, которые фактически ведут войну на Украине, ненадолго объединятся, чтобы оплакать организованную убийством имперской Турции более двух миллионов армян. Однако самая густонаселенная демократия в мире будет держать язык за зубами, чтобы не вызвать недовольства отрицателей геноцида в Анкаре. Напомним, что копил Комереди тот самый индийский журналист, который обратился к исламизированным армянам. 18 декабря глава миссии Армении при ЕСС посол Тиграм Балаян вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства Восточной Армении. Поприветствовав посла Балаяна и желая успехов, председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул важность инициатив, направленных на стимулирование отношения Армения-Европейский союз, и еще раз выразил свою поддержку им. Поблагодарив за добрые пожелания, Тиграм Балаян отметил, что Восточная Армения полна решимости приложить все возможные усилия, чтобы вывести партнерство с Европейским союзом и его государственными членами на качественный новый уровень. Выразив признательность Восточной Армении Шарлю Мишелю и подчеркнув важность его личных усилий для установления мира на Южном Кавказе, посол также подчеркнул, что грубые нарушения договоренностей со стороны Баку, достигнутых в брюссельском формате, и отсутствие адекватных последствий в конечном итоге привели к полной этнической чистке Арцаха. Следовательно, необходимо предпринять шаги для обеспечения полного выполнения Азербайджаном юридических обязательств постановления Международного суда и возвращения Баку за стол переговоров. Балаян также проинформировал Мишеля о растущих претензиях на суверенную территорию Армении и постоянных попытках Баку сорвать мирный процесс, включая истинные причины неявки на переговоры в Гранаде и переговоры, которые должны были состояться в Брюсселе. Стороны также обменялись мнениями о возможностях делимитации границы, разблокировки коммуникаций и дорог. В этом контексте Балаян представил проект правительства Армении «Перекресток мира» и подчеркнул важность его включения в инициативу ЕСЭ «Глобальные ворота». Мирная инициатива Грузии между Баку и Ереваном дала конкретные результаты. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарри Башвили, представляет доклад по итогам 2023 года, отметив, что правительство Грузии поддерживает тесные дружественные отношения с партнерами в регионе Баку, Ереваном и Анкарой. Мы, безусловно, заинтересованы в установлении долгосрочного мира и стабильности в регионе. Грузия вносит важный вклад в достижение этой цели. Некоторое время назад премьер-министр Азербайджана и премьер-министр Армении находились в Грузии, и у нас была уникальная возможность провести трехстороннюю встречу. «Думаю, что это был интересный прецедент, которого мы достигли», сообщил премьер-министр Гарри Башвили напомнил, что между соседними странами осуществлялись интенсивные визиты. «Я несколько раз был в Азербайджане, президент Азербайджана и премьер-министр Армении посещали Грузию. Мы продолжаем стратегическое партнерство и сотрудничество на высоком уровне с Турцией». В этом году экспо «Золотые руки» должно было состояться в Арцахе в общине Емышчан Мартунинского района. Но из-за известных событий усилиями общественной организации Центр поддержки матерей Арцаха оно прошло в Ереване. В выставке приняли участие более 50 производителей, некоторые из которых начали свою деятельность еще в Арцахе. Некоторые делают первые шаги, пытаясь хоть как-то облегчить послевоенные проблемы. По мнению организаторов, выставку можно считать успешной. Удалось собрать талантливых арцахских женщин. На мгновение участницы словно оказались в Арцахе. По словам посетителей, выставку ждали не для того, чтобы купить арцахскую продукцию, но и встретиться с родными лицами, где повсюду был арцахский диалект и родные люди. По словам организаторов, они смогли реализовать проект. За небольшую сумму денег удалось благодаря людям, которые выразили готовность поддержать проект бесплатно или за символическую сумму. Говоря об итогах выставки, организаторы отмечают, выставка «Золотые руки» не была самоцелью, а возможностью для творческих женщин насладиться с сотрудничеством, познакомиться с покупателями и производителями. И это сработало. Многие участники получили предложение о сотрудничестве, оформили заказы, а люди, которые не смогли посетить выставку, пишут и просят контакты различных производителей, чтобы совершить новогодние покупки у производителей из Арцаха. Из завершения новостей послушаем песню «Али Ашунгука 2. Амшене». Субтитры делал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!